Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рейтинг действующего мэра Труханова продолжает падать. С чем связаны такие предпочтения одесситов? Подробности далее в нашем сюжете. Нынешние местные выборы будут уникальными. Впервые электоральный процесс пройдет в условиях столь жестких ограничительных мер в связи с коронавирусом. Изоляционные мероприятия накладывают определенный отпечаток на психологию избирателя. Вынужденная изоляция, самоизоляция, отсутствие или порой значительное сокращение социальных контактов, они повлияли на психику каждого отдельного человека и гражданина. И психологические исследования показали, что в принципе существует несколько категорий избирателей, которые в той или иной степени готовы осуществить свой выбор. В такой ситуации появляется наиболее благодатная почва для манипуляции общественным мнением путем фейковых социсследований. А их в Одессе уже в избытке. Наблюдая такую картину, представители целого ряда авторитетных вузов, Национального университета имени Мечникова, Одесской юрокадемии, Педагогического университета имени Ушинского, Университета внутренних дел совместно с социологами, Киевского центра реформ и развития, провели исследование предвыборных ожиданий одесситов, а также провели замеры их электоральных симпатий. Среди основных проблем, которые волнуют одесситов, Пальму первенства занимают высокие тарифы на коммуналку. В топ-5 главных раздражителей горожан также входят коррупция, качество медобслуживания, транспортные проблемы и хаотическая застройка города. Одесситы надеются, что новый состав горсовета сможет решить эти вопросы. Что касается политических предпочтений, то сразу четыре партии набирают существенное количество голосов. Это оппозиционная платформа «За жизнь», «Слуга народа», «Украинская морская партия» Сергея Кивалова и «Доверяй делам». Остальные политические силы не преодолевают проходной барьер. А вот в мэрской гонке четко выделились два лидера – это Сергей Кивалов и Геннадий Труханов. Причем лидер «Украинской морской партии» обогнал действующего мэра, чей рейтинг продолжает падать. Первое место – 25,0% – это Кивалов Сергей. Второе место – 24,3% – это Труханов Геннадий. И вот это вот та двойка, которая явно выделяется своими рейтингами. Поскольку третье место у Голубова Дмитрия, его рейтинг составляет 8,0% – ровно. Эксперты утверждают, первое место Сергея Кивалова в предвыборной гонке абсолютно логичное и заслуженное. Ведь одесситы, уставшие от деструктива, судят политиков по реальным делам. Мединститут получает столько денег, в них общежития нет. А в него сколько вообще… Люди как живут, студенты. Пусть даже платят, но они же не платят за квартиру. А улицу возьмите эту пионерскую, что он с нее сделал. Поддерживается ли вы украинскую морскую партию Сергея Кивалова? Да. Отстроив с нуля на базе сгоревшего техника, два огромных прекрасных университета, храмы святой Татьяны и Сергия Радонежского, два спортивных комплекса на четвертой станции и на восьмой фонтана. Именно Сергей Кивалов стал для многих одесситов воплощением философии развития, успеха, достижения целей и созидания. Попередній аналіз тих цифр, які наведені і отримані в результаті проведеного дослідження Київським центром реформ розвитку, говорить про те, що зміни в суспільстві безумовно відбуваються. І зміни відбуваються, на мою думку, досить таки позитивні. Безумовно, знижується уже довіра до популістів. Це особливо видно на місцевих виборах. Люди голосують, люди готові голосувати за людей, які вирішують конкретні місцеві проблеми. Кінець експерты відмечають, що Сергій Кивалов є хороший потенціал для дальнішого наращивання електоральної підтримки. В то же время, по прогнозам специалистів, рейтинг действуючого мэра продовжит своє падення. Отметим, особливостю проведеного исследовання стало то, що в процесі інтерв'ювання була применена видеофіксация ответів. Соціологи использовали специальну мобильну видеокамеру, которая рассчитана на 6 часів роботи. Накануне соціологи прошли соответствующий тренинг по роботе с новейшими устройствами, щоб избежати проблем во время непосредственной роботи. Соціологическое исследование проводилось 16 по 23 сентября методом личного формализованного інтерв'ю face-to-face. Опрошено 1200 респондентов. Погрешність виборки не превышає 3%. Дякую за перегляд!